МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Он может использовать больше 4% своего потенциала, иначе он погибает от недостатка кислорода. Таким образом, наша цивилизация достигла предела и по всем законам эволюции должна исчезнуть. Однако после нас Земля не будет безлюдной. На планете уже возникла шестая раса. Эти существа неотличимы от нас, но обладают сверхчеловеческими способностями, которые вынуждены скрывать. Программа тайны мира нашла тех, кому принадлежит Земля будущего. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И я начинаю расследование. С широко закрытыми глазами. Как видит мир настоящий сверхчеловек? Никита, цвет. Вау! Таинственные спасители или враги рода человеческого? Кто создает на Земле шестую расу? Мы сами пришли из других миров. Тайна уникального артефакта. Кристалл неземного происхождения. Активировать кристалл могут 12 человек. И только в нашей программе. Откровение последней из рода ацтекских жрецов. Когда ждать конца света? Наша цивилизация доживает последние дни. Я расскажу, что ожидает человечество. Я расстрою все тайны. Тайны мира. Шестая разница. В прежнем виде существования нашей планеты уже невозможно. На Земле просыпаются вулканы. Цунами смывают города и атомные станции. Тысячи людей гибнут от непредсказуемых землетрясений колоссальной мощности. Все указывает на то, что последние времена человечества не за горами. Но только нашей программе удалось узнать, как будет выглядеть настоящий конец света. В разных культурах и религиях существует предсказание о появлении нового человека. Он придет в мир для того, чтобы принести новые идеалы и новые возможности. Но как будут выглядеть представители шестой расы? Конец света наступит не для всех. На самом деле, как считают многие ученые, планета освобождает место для новой разумной жизни. Исследователи называют это квантовым переходом. Одна цивилизация сменит другую. Во всех, так сказать, библейских текстах записано, что будет апокалипсис. Действительно, цунами там все. Все это как бы вот это вот предтеча того, что вот-вот что-то произойдет. После квантового перехода привычная реальность изменится. Сейчас мы живем в трех измерениях. Четвертое ученые условно называют временем, а обычные люди потусторонним миром. У человека открываются уникальные способности, доселе не дремлющие в нем, это видеть многомерность пространства. Если человек увидит там два солнца, три солнца, четыре солнца, три луны и так далее, то есть он видит многоуровневость. После квантового перехода таких границ уже не будет. И люди смогут свободно перемещаться во времени, за доли секунды преодолевать тысячи километров. И главное, жить бесконечно долго. Только кем будут эти сверхчеловеческие существа? Это не ангелы с крылышками, как мусоряется в этой прессе. Это откровенные, можно сказать, негативные, так сказать, личности, которые давляют полицией, в армии, в тюрьмах. Это Индиго. Среди московских прохожих Зиомара Бресейда ничем особенным не выделяется. Никто даже не догадывается, с ней не то что спорить, даже глазами встречаться опасно. Людей с генетическим набором Зиомары во всем мире можно пересчитать по пальцам одной руки. Это традиционная мексиканская одежда. Зиомара – потомок жрецов древнего культа. Во всем мире наследников касты осталось всего пятеро. В России Зиомара единственная, кто посвящен в загадочные знания ацтеков. Тех, которые составили самый страшный календарь в истории человечества. Календарь, который обычно приписывают индейцам майя. Литоисчисление ацтеков обрывается в декабре 2012 года. И это, как считают многие, конец света. Со своим русским мужем Зиомара познакомилась в родной Мексике. На родину мыльных опер он приехал изучать историю древних племен. В момент знакомства им было на двоих 33. Возраст Христа. Ей 15, ему 18. И в этот же день я говорю всем, что поехали, я тебя похищаю. Такая практика. Такое практикуется в Мексике, это традиционно. Несколько лет они встречались раз в полгода. Потом был переезд в Москву и свадьба в русском стиле. На этом настоял жених. А любимое блюдо вашего мужа какое-то? Фасоль. Зиомара – одна из последних ацтеков на Земле. Потомок древних жрецов. Впервые только для нашей программы она раскроет тайну календаря, составленного ее предками и передаваемого из поколения в поколение. Почему именно 2012 год ацтеки назвали годом окончания цивилизации? Зиомара объясняет. Согласно древнему календарю, наша раса – пятая. Четыре предыдущие расы погибли. Календарь отражает различные цивилизации, которые существовали на нашей Земле. Согласно легендам майя и ацтеков, первая цивилизация – это гиганты черного цвета. Следующая цивилизация была разрушена ураганом. Чтобы эти люди не исчезли, боги превратили их в обезьян. Поэтому и есть сходство между человеком и обезьяной. Третья цивилизация тоже была уничтожена. Люди этой цивилизации превратились в птиц. Поэтому ацтеки используют перья на голове в качестве символа сознания. Следующая цивилизация, четвертая, – это цивилизация атлантов. И, наконец, мы находимся в центре. Это арийская раса, пятая, то есть мы. Ацтеки опередили свое время на много веков. Они анализировали прошлое, чтобы планировать будущее. Всю жизнь человечества они разбили на пять эпох. По данным древних математиков, сейчас мы доживаем период Пятого Солнца. О том, что ждет человечество в следующей эпохе, Зиамара впервые рассказала корреспонденту программы «Тайны мира». Далее в программе. Экзамен для всего человечества. Нам устроили проверку на выживание. Ошибиться можно только однажды. Когда не сдают экзамен, да, настаёт кризис и катастрофическое завершение цивилизации. Как открыть переход в четвертое измерение? Ну, сначала это было просто видение, как картинка, а потом я видела это в действии. Волшебное исцеление силой мысли. Только в эфире нашей программы вы узнаете, на каком языке говорят ангелы. А-ка-я, а-ка-ка-я, диби-би-ди. Я расстрою все тайны. Смену рас всегда сопровождали глобальные экологические катастрофы. Закат Солнц. И сейчас что-то подобное предстоит и нашей цивилизации. Эксперты считают, что закат человечества близок как никогда. Наступит такой предел, что всё, землянам надо будет куда-то переселяться. В истории Земли разумные существа возникали и погибали уже четыре раза. В древних манускриптах можно найти данные об ангелоподобных карликах, ростом не больше метра, и гигантах, которые вырастали до сорока метров. Есть упоминания о двуполых и призрачных существах, о двуликих людях с четырьмя руками. Вот первая раса, она была размером 53 метра, 52,8 метра. Вторая раса, тоже тонкоматериальная, эфирная раса, но более плотного содержания, она была 36,6 метров. Это тоже уже с разумом, ну, ещё не выдающимся, естественно. Все эти цивилизации достигли небывалых высот и были стёрты с лица Земли. Четвёртой и самой близкой к нам расой были атланты. Люди-полубоги, которые владели тайными знаниями и невероятной силой. Учёные находят следы их пребывания на многих континентах. Однако споры исследователей о том, где располагалась страна и как выглядели её жители, не утихают до сих пор. Ведь никто из людей их не видел. Никто, кроме девушки из Красногорска Софии Ивашкиной. Эти существа также пали, как сейчас люди. Люди себя ведут, стали себя вести. Ну, занимались магией, и за магией, и за гордыней. Стали считать себя богами, не стали принимать истинного бога. И, отвернувшись от бога, потеряли спасение. София Ивашкина из тех загадочных и особенных детей, которых принято называть детьми Индиго. В четыре года её внезапно посетили видения. Перед девушкой во всех подробностях пронеслись картины из её прошлых воплощений на Земле и в других галактиках. На Земле я жила только в Атлантиде. Я не жила никогда именно на Земле, всё время воплощалась в других мирах. Мама девочки Ольга Терещенкова сначала приняла видение дочери за ребяческую фантазию. Когда она говорила, что мама, ты знаешь, у меня есть другая семья на другой планете, я у вас только здесь в гостях. Но шли годы, а видения не прекращались. Способности Софии к перемещениям в четвёртом измерении лишь возрастали. Невероятно, но во время медитации девушка может увидеть, что было в конкретной точке нашей планеты многие тысячелетия назад. Очень много тысяч лет назад здесь было огромное озеро. От него сейчас осталось вот то, что мы видим. Ну и поселение здесь было древних людей, высокоразвитых. Когда обычные дети только учились складывать слова в предложения, София уже знала, она и ей подобные дети появились на Земле не случайно. Способность жить в четвёртом измерении нужна им для контакта с высокоразвитыми инопланетными существами. Именно от них дети Индиго получают тайные знания в виде посланий. Каждый человек пришёл из других миров сюда, чтобы выполнить какое-то предназначение своё для эволюции мира. Во время одного из своих путешествий в четвёртое измерение София встретила двух ангелоподобных существ. Сначала это было просто видение, как картинка, а потом я увидела это в действии. Вокруг них было очень много разных энергий. Они несут знания миру, победу и весть о том, что настала новая эпоха, и нужно преобразовываться. Невероятно, но практически в это же время точно такая же встреча в четвёртом измерении произошла и у другого ребёнка, 13-летнего москвича Игоря Ионина. Портал открывался, что сначала появлялся небольшой круг, и он вот так как вращался, и потом из него выходили два ангела. Это как, наверное, портал в потусторонний мир, вот в мир ангелов. Игорь уверен, ангелы явились, чтобы спасти его отца. Олег Ионин болел давно. У мужчины буквально рассыпался позвоночник. Сначала пришлось удалить два сустава, потом ещё два. Последняя операция, казалось бы, прошла успешно. Но через несколько дней состояние Олега неожиданно ухудшилось. Его перевели в реанимацию и сообщили родным, больной на грани смерти. В эту ночь Игорь и увидел ангелов. Я вот взял свечку, крест и как начал лечить папу, вот говорить молитву, которую мне ангелы сказали. И буквально в считанные, можно сказать, минуты, может, в течение 10-15 минут, мне резко стало легче. Вот, прошёл жар, прошло это чувство холода. Ну, перестало морозить, дрожь бить перестало. И буквально через час стал себя чувствовать совершенно идеально. Мальчику словно бы открылись древние заклинания. Для современного слуха они звучат дико. Но этот ритмический рисунок творит настоящие чудеса. Сам Игорь называет эти тексты молитвами. Просто они настолько древние, что их язык ни один человек понять не в состоянии. Ну, я думаю, вот, это ещё из давнего прошнего, что молитва, я думаю, это, как-нибудь так сделалось, что это, может быть, раньше было как, ну, похвала Богу. Способности Игоря развиваются с каждым годом. Теперь он без всяких приборов может видеть ауру человека. За помощью к мальчику обращаются сотни людей. У всех людей есть аура. Вот у плохих людей она как бы затемнённая, что человек негативный. У хороших людей она светленькая, хорошая аура. Обычно вот хорошие люди, они не болеют, а плохие, наоборот, ну, цепляют на себя болезни. Ребёнок с необычными способностями в обычной жизни ничем не отличается от сверстников. Ходит в школу, гоняет мяч с ребятами во дворе и учится на тройке. Бывают оценки и получше, но самого Игоря они мало интересуют. Как-то вот мы приехали за границу, и он за два дня у нас начал говорить на английском языке. Но он поиграл там, правда, с детьми, иностранцами. И вот он как будто бы вот вспомнил какой-то забытый язык и стал нормально общаться. Каждый ребёнок по-своему интерпретирует послание свыше. Игорь пишет стихи, а София использует музыку. Самое абстрактное искусство на Земле. Девочка превращает послание высшего разума в ноты. Родители говорят, что София никогда не училась игре на фортепьяно. Просто однажды положила руки на клавиши и сразу исполнила довольно сложную мелодию. Эти знания девочка получила в прошлых жизнях. В прошлой жизни действительно были несколько другие инструменты. Они связаны не только с клавишными, но и с духовыми. И там было множество других инструментов, которые очень тяжело описать. София уверена, её миссия на Земле – донести людям свет. Помочь человечеству перейти на новую духовную ступень. Ведь только тогда у нас есть шанс пережить квантовый скачок и приблизиться к новой расе Индиго. Все композиции, которые пишет София – это зашифрованные послания для землян от тех, кто управляет законами Вселенной. Но воспринять их обычному человеку непросто. У некоторых начинается нервный психоз. То есть они плачут и бывает даже, что они не контролируют себя. Им очень тяжело становится. Я расстроил все тайны. Детей Индиго называют поколением следующего тысячелетия. Они знакомы с ангелами и другими мирами. Помнят, кем были в прошлой жизни и зачем пришли в этот мир. Все дети Индиго связаны между собой телепатически. Они могут передать мысли и энергию друг другу через тысячи километров. Общение происходит во время выходов в параллельное измерение. Таким образом Индиго координирует выполнение своей таинственной миссии на Земле. Они говорят, что телепатическое общение поддерживает энергетику земного шара. Они энергетикой света поддерживают вибрации Земли. Они лишь внешне похожи на нас. На самом деле феномен таких детей еще по-настоящему не изучен. Ученые вряд ли смогут уверенно сказать, кто на самом деле Индиго. Просто талантливые дети с богатой фантазией или посланники высших сил. Потому что Юпитер. У меня всегда в голове крутится место уроков, место задач и примеров. Только Юпитер, Юпитер и все. Я летал везде. Я сначала подумал, что ангелы это звезды, которые похожи на ангелов. А оказывается это настоящие ангелы. А боженька король этих ангелов. Первые данные о детях Индиго появились в 70-х годах. Интересно, что 1 сентября 1969 года американцы зафиксировали НЛО над Бермудским треугольником. А через 5,5 месяцев на Земле родился, возможно, первый ребенок Индиго. Неужели дети Индиго внеземного происхождения? И кто в таком случае ими управляет? Дети Индиго приходят всегда в критический момент ситуации, когда цивилизацию нужно спасти. Высаживается десант этих Индиго. Ну, при помощи у всех один вход в жизнь через рождение. А сверху на нас, да, вот та высшая цивилизация, которая нас создала, смотрит, наблюдает и корректирует все то, что делает вот эта команда по спасению цивилизации. Возможно, то, что мы считаем аномалией, это вполне нормальное развитие детей. Нормальное для других измерений. Ведь если с человеческими генами уже сейчас работают опытные селекционеры, то у людей просто нет выбора. Будущее принадлежит новому поколению, которое подверглось особой мутации. Обычные люди просто выпадут из биологической цепочки, как самое слабое звено. Если цивилизация принимает это, этих детей, то значит, она развивается, идет дальше. Если она не принимает, а отталкивает, она деградирует, уничтожается. Не каждый может воспринять всерьез ребенка, который рассказывает про удивительную жизнь на других планетах или предлагает снять мигрень при помощи рук. Эти дети уникальны. Исследователь паранормальных явлений доктор наук Виталий Ефименко уверен, вопреки общепринятому мнению, так называемые дети Индиго представляют собой серьезную угрозу для человечества. Они опасны для общества. Они должны быть поставлены под контроль, жесткий контроль. Но они навязчивые, они не любят силы, их нельзя унижать. Специалисты утверждают, что на нашей планете их уже несколько десятков тысяч. По данным специального исследования, изучающего ДНК народов в различных точках планеты, на сегодняшний день 1% населения мира имеет измененную структуру ДНК. Если учесть, что население Земли уже превысило 6 миллиардов человек, нетрудно посчитать, что среди нас более 60 миллионов новых людей. Целая армия. Далее в программе. Какого цвета аура будущего? Впервые в эфире программа тайны мира покажет невидимое биополе человека. Это и есть цвет Индиго. Что спрятал индийский бог в Сибирском озере? И кому достанется кристалл силы? Активировать кристалл могут 12 человек. Миссионеры из далеких миров знают, как устроен мир на самом деле. А вот пришли ли они сами с миром? Их миссия контролировать все живое. Я раскрою все тайны. У каждого человека есть аура. По ее цвету эзотерики могут определить уровень развития человека и состояние его здоровья. А также узнать, есть ли у него сверхспособности. Спасибо. Я вот вижу, что здесь проявился фиолетовый цвет. А что это означает? Фиолетовый цвет в ауре означает высокое духовное развитие человека. И это ваш цвет ауры. Программа тайны мира проводит собственный эксперимент. Мы узнаем, какого цвета аура у мальчика с феноменальными способностями. В нашей студии Валерий Головин. Специалист, занимающийся изучением аур и биополей. В своей работе он использует модернизированный фотоаппарат. В нем установлена линза, которая преломляет видимый свет и дает возможность увидеть ауру. Опа! Вот мы получили снимочек. Пленка проявляется на наших глазах. И мы становимся свидетелями удивительного явления. Наконец-то появилась своя собственная аура. И эта аура у нас голубовато-фиолетового цвета. То есть это и есть цвет индиго. Я думаю, это редкость. Итак, мы убедились. Игорь Ионин действительно ребенок будущего. Ребенок индиго. Ауры детей индиго на фотографиях, сделанных специальными приборами, имеют не круглую, а кристаллическую форму. Это абсолютный феномен. Так как до наступления 21 века все люди имели только круглые ауры. Поэтому их иногда называют дети-кристаллы. Виталий Ефименко, доктор философских наук, 18 лет занимается исследованием биополя человека. По его мнению, основная часть населения Земли имеет ауру желтого цвета. На фотографиях и рисунках это аура овальной формы. На страничке книжки здесь показан обычный человек пятой расы. Этот человек очень слаб, очень увязвим. Биополе представителей шестой расы кардинально отличается. Виталий Ефименко считает, что люди будущего будут иметь ауры трех цветов. Зеленую, красную и индиго. Последних будет большинство. И именно они станут основой новой расы. Энергетические возможности человека с такой аурой гораздо выше, чем у нас, представителей пятой расы. Кристальное биополе из ромбов настолько необычно, что исследователь уверен, к созданию этих людей приложили руку представители внеземных цивилизаций. Детей с импортной генетикой появляется все больше. А значит, наш мир к чему-то готовят. Индик – это практически одна форма одержимости. Вот есть дьяволом, чертом и так далее. Но на дьявола, на черта много навалили. На самом деле все не так. Одержимость здесь душами инопланетных других цивилизаций. И получается так, что, например, та сущность, которая поселяется у обычного человека пятой расы, она глазами этого человека изучает наш мир практически как шпион. Исследователи уверены, за развитием человечества пристально наблюдают представители более развитых инопланетных цивилизаций. Они влияют на эволюцию всего живого не только на нашей планете, но и на звездах других галактик. Именно по воле этих существ происходят глобальные катастрофы и смены рас. Когда какая-то цивилизация достигает пределов своего развития, ее ждет уничтожение. История человеческой цивилизации сама по себе была кем-то умело срежиссирована. И до сих пор режиссируется. Исследователи считают, что когда для какой-либо цивилизации наступает эпоха заката, на планету прибывают адепты внеземного разума. Уфологи называют их арктурианцами. Для всего живого это означает начало нового витка жизни, который возможно пройти только через смерть. Арктурианцы, они не плохие, не хорошие, они просто есть. Они существуют вне нашего измерения и могут переноситься между галактиками. Их миссия контролировать все живое, всех существ, которые населяют многие миры. Закат нашей планеты и цивилизации людей начался в конце 60-х, когда через информационный портал на Землю прибыли представители арктурианцев. Исследователи и пророки считают этот момент переломным для нашей истории. Знаменитый прорицатель Эдгар Кейси предсказал, что именно с этого периода и начнется подготовка планеты к квантовому переходу. То есть, когда наступает время какой-нибудь расе исчезнуть или обновиться, они запускают в действие систему кристаллов. Такая система есть и на нашей Земле. Арктурианцы никогда не уничтожают цивилизации полностью. Каждый раз за несколько десятилетий до квантового скачка на планетах создается новая, более высокоразвитая раса. На Земле это люди Индиго. Именно на них возложена миссия активировать кристаллы и стать новым населением нашей планеты. На протяжении последних десятилетий арктурианцы телепатически передают тайные знания о мироздании и потусторонних мирах детям Индиго. Это знание о том, как человечество сможет преодолеть квантовый рубеж. В 1945 году американский провидец Эдгард Кейси предсказал, что после глобальной катастрофы уцелеет лишь небольшая часть Земли. Возрождение цивилизации начнется в Западной Сибири. Именно эти земли станут Ноевым ковчегом для избранных. Это Омская область, Тарский район. Именно здесь находятся пять уникальных сибирских озер. Данилова, Урманная, Ленева, Щучья и Потаённая. По мнению ученых, образовались они в результате падения гигантского метеорита. Местоположение четырех источников известно. Адрес же последнего Потаённого до сих пор тайна. По легенде, оно доступно только избранным. Там стоял красивейший храм. И в храме находился талисман. Драгоценность неземного происхождения. Которая служила каналом дальней космической связи. По мнению эзотериков, в подводном царстве живёт древнеиндийское божество Хануман. По индийской легенде, именно ему в дар за преданность его брат отдал царство Сибирь со столпами в виде пяти озёр. Кроме того, в дар Хануману был отдан магический кристалл знаний. С его помощью он мог управлять миром. Вот то, что отмечено здесь чёрным цветом, значит, здесь некое искусственное сооружение или образование. То есть это руками человека. Это артефакт. Нам важно было нащупать вот этот свод этого тоннеля. Мы бы пробурились, взяли пробу, керну. И по этому керну точно установили, что там находится именно искусственное древнее сооружение. И тогда можно было бы вести работу дальше. Но там вот ещё одна загвоздка. Нам какая-то сила стала смешать. Когда древние покидали святилище, они раскололи кристалл на пять частей, каждую из которых поместили в специальную капсулу и погрузили в воды всех пяти озёр. Местные жители утверждают, что из озера в полнолуние часто поднимается вертикальный луч зелёного цвета. И его свечение распространяется на несколько километров. Энергия в нём сосредоточена колоссальная. Нам его крайне важно найти. Крайне важно. Дело в том, что с помощью этого кристалла можно создать защитное невидимое энергетическое поле. То есть невидимую стену или экран создать защитный. Спасение человечества кроется в пятом Потаённом озере. Там находится царство Ханумана. По легенде, его могут найти только люди нового поколения, Индиго. Но поодиночке достать его они не смогут. Активировать кристалл могут 12 человек. Сейчас они якобы проявлены уже в нашем мире, воплощены в телах. Если Индиго найдут кристалл знаний до 21 декабря 2012 года, человечество имеет шанс на спасение. Только тогда Пятый озёрный луч станет доступным для человека. И озеро обнаружит само себя. Кристалл хранит информацию о всех прошлых цивилизациях, которые были на Земле. Во время квантового перехода к ним будут добавлены сакральные знания о человеческой расе. Этот артефакт сможет переломить ход истории человечества. На Земле не останется места катастрофам, болезням и даже смерти. Перед человечеством откроются врата легендарной Шамбалы. Это божественная благодать, в которой ходят все потенциалы, всё то прекрасное, что Бог хочет вложить на нашу Землю. Только в нашей программе откровения ацтекских жрецов. Как дождать конца света? Наша цивилизация доживает последние дни. Я расскажу, что ожидает человечество. Как зачать ребёнка Индиго? Учёные уверяют, рождение вундеркинда можно спланировать. Индиго рождается в большей части у тех родителей, которые не ожидают их рождения. Эксперимент нашей программы. Эти дети способны видеть с закрытыми глазами. Никита и Ника, вот что сейчас я положил напротив вас? Я раскрою все тайны. Сейчас, когда цивилизация поставлена под угрозу, у неё как будто сработал защитный код. Детей Индиго рождается всё больше и больше. Но кто будет воспитывать таких необычных детей? Все, без исключения дети Индиго, неважно, какими способностями они обладают, неизменно утверждают одно и то же. У них на Земле есть своё предназначение. Неужели кто-то действительно посылает их на нашу планету, чтобы навсегда изменить облик нашего будущего? Я так думаю, что люди, может быть, станут лучше, добрее. И что у большинства, у большей части людей появятся, я думаю, такие способности. Я думаю, что дети, которые у нас родятся, их лучше не надо пороть. Ну, просто им объяснить словами. Не надо ремней применять, а то они свои дети и так далее. В мире уже давно существуют методики, позволяющие до бесконечности раздвинуть границы сознания. Любой человек может видеть с закрытыми глазами, заглядывать в прошлое и будущее, перемещаться в пространстве. Если мы, может быть, поверим, что мы можем летать, то фактически мы, может, и полетим. Александр Есипенко обучает детей техники и инфовидения. Он утверждает, чтобы видеть окружающий мир, привычные нам органы чувств не нужны вовсе. Достаточно открыть в себе третий глаз. Наши древние предки, те же Атланты и все другие, могли силой мысли двигать целые пирамиды, строить, передвигаться в пространстве. Скорее всего, это цивилизация, идет какой-то новый путь развития, и эти способности, они очень легко, быстро активируются. Программа «Тайны мира» решила провести эксперимент. Его участники – дети, которые занимаются по методике инфовидения. Четырехлетний Никита, семилетний Ника и двенадцатилетний Женя. На наших глазах они надевают маски. Никита, цвет? Желтый. Цвет? Голубой. Цвет? Желтый. Голубой, голубой. Цвет? Желеный. Следующее задание. Все в той же непроницаемой маске надо разобрать пирамидку, составленную из разноцветных пластиковых стаканчиков. Никита, возьми красный стакан. Не сильно. Молодец. Один, возьми желтый стакан. Аккуратно ставь на стол к себе. Синий стаканчик. Возьми два желтых стаканчика. Так. Так, замечательно. Молодцы. Корреспонденты программы «Тайны мира» решили усложнить эксперимент. Ник, скажи, что написано на обложке этой книги? Том 4. С. С. З. Д. Тайны мира спасет тело речки с обтвом. Чтобы проверить чистоту эксперимента, корреспондент нашей программы решил сам надеть черную маску. Ну, вообще-то ничего не видно. Повторим специально для скептиков. Наш корреспондент абсолютно ничего не видел в плотной маске. А вот дети, принимающие участие в эксперименте, легко ориентируются в пространстве. Как объяснить этот феномен. Он телевизору всегда показывает Вангу. У Ванги точно есть третий глаз вот здесь. Мы-то можем научиться, но он у нас здесь не появится, как у Ванги. А у нас он просто будет в голове где-то прятаться и все. Мы его не увидим никогда и другие не увидят. Но мы будем видеть с закрытыми глазами. Реально поверить в то, что хочу, вот хочу, и перед тобой нет препятствий. Ты это можешь сделать. В этом мире, возможно, все, я так думаю. Возможно, участники нашего эксперимента тоже близки к шестой расе. То есть в будущем они смогут влиять на подсознание людей, блокировать нежелательные для себя мысли, проникать в массовое сознание. Возможно, именно шестая раса сможет предотвратить глобальную катастрофу, которая угрожает Земле. Или же наоборот, осознав свою силу, поколение Индиго уничтожит пятую расу, то есть нас. Смена цивилизации неизбежна. В этом не сомневается даже официальная наука. Но только в нашей программе потомок ацтекских жрецов Зиомара Бресейда раскроет главную загадку квантового перехода. Напомним, что именно ацтеки составили самый страшный календарь в истории человечества. Летоисчисление в нем обрывается в декабре 2012 года. И это, как считают многие, конец света. Но что на самом деле имели в виду жрецы древнего культа? Конца света в 2012 году не будет. Будет переход в новую эру. Землетрясение и катаклизмы, которые сейчас по всему миру, это и есть то самое начало перехода в новую эру. Наша планета уже достигла этого уровня сознания. Квантовый переход – это длительный процесс. Появятся новые земли, новые материки, на которых будет жить новая раса. Счастливые супруги Зиомара и Алексей не боятся конца света. Ведь древние говорили, что дети избранных составят новую расу. Кто знает, может именно этой паре суждено передать древние знания следующей цивилизации.